Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и в сегодняшнем материале мы расскажем вам об альтернативном устройстве для заваривания кофе, таком как Аэроэкспресс. Несмотря на то, что он был создан в 2005 году, с каждым годом он превратает огромную популярность. Подробно данный материал вы можете почитать на нашем сайте bazla.ru, ссылка на сайт будет под видео и под описанием. На сегодняшний день многие страны проводят турниры по аэропрессу и даже чемпионат мира. Первый чемпионат мира был проведен в 2008 году в Осло. Это необычное устройство помогает быстро приготовить классический черный кофе и эспрессо в домашних условиях. Конструкция. Аэропресс ручное устройство для быстрого приготовления кофе, которое состоит из следующих элементов. Пластиковая воронка, пластиковые поршни с резиновой прокладкой на конце, пластиковые открытого цилиндра с метками объема для контроля наполнения водой, крышки с перфорациями для микрофильтра, мерные ложки, лопатки-мешалки и непосредственно самого фильтра. Вся конструкция аэропресса напоминает шприц. Принцип действия. Приготовление кофе производится путем продавливания горячей воды сквозь молотый кофе. Приготовление напитка. Начинаем процесс приготовления. Первый способ. Подготовьте воду и кофе. Вода должна быть нужной температуры. Для этого после того, как чайник вскипел, дайте ему постоять 2 минуты. Таким образом вода приобретает нужную температуру. Помол кофе нужен средний, но чуть меньше, чем для кемикса. Можно использовать мелкий помол. Рекомендуемая пропорция 1 к 10. 1 грамм кофе на 10 мл воды. Можно изменять соотношение воды и зерна, таким образом, чтобы сделать напиток более легким, прозрачным вкусом. Или крепкий кофе, похожий на эспрессо. Далее собираем аэропресс. Вытягиваем поршень в максимально открытое состояние и ставим аэропресс на него. Затем пересыпаем только что с молотой кофе в сухой аэропресс. Заливаем молотый кофе небольшим количеством горячей воды, примерно 30 мл. Размешиваем ложкой, даем настояться примерно 30 секунд. И заливаем оставшуюся воду. После этого оставляем на 60-70 секунд. Пока кофе настаивается, бумажный фильтр вставьте в крышку колбы и пролейте горячую воду через него, как это показано на картинке ниже. Далее размешиваем настоявшийся кофе ложкой или палачкой несколько раз и закрываем крышкой. Теперь нужно перевернуть аэропресс вниз крышкой на чашку или другую емкость, куда мы хотим, чтобы поступал готовый напиток. Далее начинаем давить на поршень до тех пор, пока аэропресс не издаст шипящий звук и не выпустит воздух. Движения должны быть равномерными и плавными, так как это показано на фото ниже. После этого наш напиток готов. Второй способ. Бумажный фильтр положим на крышку и закрепим на конце цилиндра. Установим цилиндр на чашку или другую емкость, куда будет поступать готовый кофе, фильтром вниз. Нальем кипяток в колбу и подождем, пока вся вода не сойдет через фильтр в емкость. Затем выливаем воду из чашки, устанавливаем сверху колбы воронку и засыпаем молотый кофе. Воронку можно убирать. Соотношение воды и кофе по вашему вкусу, но рекомендуем 1-10. Воду заливаем в два этапа. Сначала заливаем примерно 30-40 мл горячей воды и перемешиваем через 30 секунд. Доливаем оставшуюся воду и опять перемешиваем. Чтобы добиться нужной температуры, необходимо после того, как чайник закипел, дать ему постоять хотя бы 2 минуты. Возьмем поршень с резиновой накладкой и ставим цилиндр сверху. Продавим поршень вниз равномерными и плавными движениями. Все, кофе готов к применению. Достоинства и недостатки данной системы. Достоинства служат то, что его очень легко почистить, он компактный, полнота извлечения вкуса и аромата из кофейных зерен, кофе получается без лишней взвеси, надежный, быстрота приготовления, не потребляет электроэнергии и широкий диапазон возможностей экспериментирования. Недостатками служат высокая стоимость, необходимость дополнительно покупать одноразовые фильтры, необходимо следить за временем, а также необходимо дополнительно иметь чайник или другого устройства для нагрева воды до нужной температуры. Приятного кофепития! Мы с вами просмотрели и прослушали видео обзор на тему, как использовать аэропресс для кофе и что из себя представляет данное устройство для приготовления напитка. Подробно можете почитать на нашем сайте bazlai.ru Также оставляйте свои комментарии или пожелания, мы обязательно их рассмотрим. Присылайте их на наш ютуб канал. Большое спасибо вам за внимание, всего вам доброго и удачи! Большое спасибо!